всем привет хотел рассказать связи с нововведениями каким образом я собираю ключи как я их проверяю скажем так еще из них самые релевантные те которые интересным покупателям по которым происходит сделки у конкурентов то есть на каких акцентируют свое внимание конкуренты для этого используя свой давно полюбившийся сервисом за ван как бы в принципе на стартовый сам как бы минимальным тарифам доступно 50 ключей но с учетом того что как бы есть возможность получить апгрейд бесплатный до следующего тарифного плана по цене предыдущего то есть принципе это становится 110 ключей как бы уже ну для одного продукта ну в принципе неплохой задел того чтобы проанализировать свои ключи поискать посмотреть как ведут себя эти кучу конкурентов вот я взял на примере такого нетривиального продукта коленники спортивные соответственно взял тот как бы по запросу не брейс по моему да я взял запрос не брейс взял amazon нашел конкурентов так ну вот наш топовый продукт вот взял с первой страничке скажем так продавцов загрузил их взялась осины и загрузил их в mz1 можно видеть ну соответственно теперь нам задача подыскать ключи для поиска ключей я пользуюсь последнее время сонаром ну на самом деле есть много различных там сервисов есть метод мерчант word сервис наглядно было мерча вот вот то есть такой сервис платный есть пожалуйста google можно в принципе помощью google то есть как я уже говорил что то что ищет в google в принципе с большой долей вероятности будут искать и на amazon особенно по новым продуктом по которым нет статистики в amazon неплохо бы поискать в google но как бы самый такой уравновешенный на данный момент сервис это сонар который мне больше понравился в мз1 тоже есть такой как бы такая опция какие word research и тоже можно использовать в принципе ну и скажем так самое золотое правило это пользуясь несколькими сервисами сравнивать между собой показатели и там где в принципе значение совпадают то есть все и принимать первое во внимание потому как на самом деле достоверной информации поисковых запросах обладает только amazon к сожалению он с нами этой информацией не хочет делиться но пользуемся тем что есть сонар говорят что они недавно обновили базы свои вот в принципе еще новые товары достаточно там свежие как бы достаточно неплохие показатели он показывает то есть принцип находит интересные ключевые запросы возьмем я тут уже как бы начал собирать понемножку чтобы время не тратить что чтобы видео не очень долго получилось то есть не брались например мы берем да наш запросик так и ищем его через наш сонар вот он например нашел нам определенное количество запросов поможем загрузить отчет тут скажем так предлагает нам подписаться на сервис селикс не обращать внимание сонаром бесплатный полностью селикс это более продвинутый сервис он включает себя и села и анализ ппс и компании и трекинг ключей как бы ну тут уже как бы каждый вариант выбирать как какой ему сервис больше нравится опция поиска ключей бесплатно в данном сервисе мы нажимаем сохранить соответственно получаем наш запрос в экселе так вот находит нам наши ключи то есть по какому критерию отбирать запросы достаточно сложный вопрос потому как но запросов превеликое множество здесь он присваивает им свой какой-то рэнк то есть не брайс там самый крутой запрос ему пятерка присвоена и так далее вот троечка тогда по частотности и и и ниже соответственно но тут скажем так во первых нужно хотя бы мельком пробежаться посмотреть выбросить нерелевантное но понятно буду с оси нам можно выбрасывать сразу этот запрос потом как вам не неинтересно может единственно посмотреть вот этот оси то есть что это за товар такой вы пробежались посмотрели отобрали для себя как бы как вам кажется неплохие запросы и там поместили их табличку я например там взял там до троечки на запросы вот и сформировалась поместил в свою какую-то табличку сводную вот например сюда да точно так же мы проделываем операцию другими мирни компрессион слив да берем это запрос у нас в мзи ван так берем вот не компрессион слив топовый продавец например да я всегда как бы люблю анализировать тайтл и крутых продавцов у них как правило в тайтле сосредоточены самые интересные ключевые запросы которые они хотят в первую очередь двигать так вот не компрессион слив загоняем его в наш сонар сонар еще чем мне нравится он показывает по вашему запросу товары на амазоне то есть он релевантные продукты показывает соответственно по запросу проанализировал запрос вы можете посмотреть ну а вообще в принципе то он ищет по этому запросу или нет здесь одни наколенники то есть но это самый что не на есть релевантный запрос опять же здесь мы выбираем определенное количество запросов формируем отчет да наш вот не компрессион слив по кейворду по этому кейворду мы сформировали запрос вот у нас как бы сформировалась на табличка мы выбрали из них как на нам кажется самые релевантные запросы поместили их в наш файлик вот ну и мы сформировали какой-то список запросов то есть ну здесь например там 28 запросов понятно и грубо говоря имея там 110 запросов вы можете все 110 запросов например максимально забить то есть здесь я взял там только высокочастотные запросы вы можете взять там среднечастотные низкочастотные запросы добавить то есть чем больше тем лучше понятно потому что как вы можете зацепить какие-то интересные низкочастотные на них проще занять первой позиции просто даже иногда оптимизировав листинг вы можете выскочить на первой позиции особенно Амазон очень любит новые свежие листинги то есть так или иначе он вас туда попробует забросить то есть вы собрали какой-то определенный список ключевых запросов и заходите в MZ1 соответственно берете вот этот список конкурентов которые вы сформировали и каждому добавляете ключи мы добавляем ключи и вот добавить ключи соответственно вы вписываете сюда вот эти ключи которые мы собрали так добавляете у нас он ни одного не добавит потому что они уже добавлены я их добавил чтобы вам время зря не терять соответственно во все продукты добавляем одни и те же ключи соответственно можем ну так как я взял с первой страницы тут продукты разные вот есть с BSR 14 то есть очень крутой продукт то есть он 14 позицию спорта аутдорс занимает на самом деле это очень классно среди всех спортивных продуктов вот например 269 позиция 322 там вот 16000 то есть как бы ну такой середнячковый продавец возможно начинающий сложно нам сказать как бы да так 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 что у нас тут посмотрим этот продукт вот например неплохо сделан продукт достаточно свежий хорошие фотографии хорошая инфографика так ну и вот берем мы начинаем с продукта например вот у нас топовый есть продукт да и мы смотрим то есть у него вот по каким ключам у него первой позиции то есть мы смотрим вот эти ключи в топе то есть он прям на первых страницах и очень круто да вот дальше например 7 миллиметров несли ну он даже не обращает don't join несли например там какие ворты вот что значит я посмотрел как бы выгрузил запросы но на самом деле вот этот запрос но он нерелевантный его бы даже не стоило бы анализировать несли в пейер например да он как бы неплохой запрос 7000 то есть почему бы нет можно попробовать его в принципе у вас же пара наколенников вы продаете например соответственно почему бы ему не вредить внимание если у него определенная частотность то есть его ищут вот xxl не брейс например тоже он не аранжируется по этому запросу попробуйте обратить внимание может быть он и неплохой как бы да смотрим дальше по другим конкурентам что у них то есть вот xxl не брейс вот он здесь этот конкурент аранжируется по этому запросу 26000 поисковых запросов неплохой запрос вполне возможно что можно по нему продаваться например вот уродни и брейс это скорее всего бренд какой-то купер не брейс не слив не брейс да вот он четвертую позицию занимает ну и так далее то есть мы берем смотрим то есть каким по каким ключам скажем так сильные продавцы вот это сильный продавец он 485 позицию снимает да то есть каким ключам он уделяет внимание вот не брейс фаминиску стир да неплохой ключ длинный лонгтейлы кстати очень классные ключи тем более здесь достаточно высокая частотность у него 32 тысячи поисковых запросов не брейс понятно тут вообще топовый самый запрос миллион 300 то есть то на что стоит обращать внимание xxl не брейс да возможно американцы крупные и вот они xxl достаточно популярный запрос то есть большие италийники пользуются возможно спросом 26 тысяч поисковых запросов не слив тоже достаточно крутой поисковой запрос ну здесь например там четвертая наверное страница то есть мы анализируем таким образом выбираем самые-самые интересующие нас ключи опять же после того как мы создали свой листинг сделали акцент на каких-то ключах заполнили серштор мы заполнили тайтл заполнили буллеты description мы прогоняем через какое-то время когда наш листинг заиндексировался опять же через эти ключи и смотрим по каким из этих интересных ключей мы хоть как-то индексируемся то есть занимаем хоть какие-то позиции опять же возможно по самым топовым ключам мы будем где-то в гудке не факт может быть амазон не выкинет сразу в топ то есть понятно что нужно заработать эти позиции но вдруг по каким-то ключам например среднечастотником ну вот например продавец у него бестселлер ранг 10000 ну и как видно из большинства ключей он вообще никак нигде то есть он буквально по нескольким ключам хотя вот не брейс это самый крутой запрос он занимает 11 позицию то есть это в принципе первая страница но возможно листинг неубедительный ни о чем даже несмотря на то что он находится на первой странице по самому главному ключевому запросу вот все на остальных запросах тоже вторая это очень очень далеко то есть возможно его индусы продвинули по самому самому крутому запросу как ему показалось но продукт будем прямо говорить говно соответственно он не продается вот ну как бы он и выглядит не очень и фото тут слабенькие совсем буквально как бы 4 фотки фотошоп плюс сам продукт неубедительный то есть как бы ну неинтересно ведь с тобой решение низкое качество изготовления то есть ну такой очень-очень простенький понятное дело что он должен находясь на первой странице по самому крутому запросу он не продается как бы вроде листинг сделан но учитывая что он не индексируется по остальным ключевым запросам ну видимо здесь была ставка на индус какое-то продвижение село потому как ну реально запрос 1 миллион 300 тысяч ключевых запросов и он здесь на первой странице и никак не продается ну слабенько очень то есть на фоне конкурентов продается слабенько анализируете вот таким образом продавцов ключи которым они уделяют внимание и на основании этих ключей уже формируете свое семантическое ядро то есть все оптимизации на что вам стоит обратить в первую очередь внимание опять же рекламу то есть когда вы планируете только запускать рекламу например вы запустили автомат потом планируете сделать ручную кампанию как минимум вы уже можете посмотреть какие ключи вас могут заинтересовать еще как бы важный момент ну тут у меня мало статистики я буквально только вот ну только-только загрузил некоторые успели там уже изменения внестись то есть вы заходя ежедневно например там 3-4 дня заходя вы можете посмотреть топов по каким ключам они двигаются то есть вам не столь даже важно их статическое положение в рейтинге например вот вы смотрите да вот там поэтому ключ он на первом месте поэтому ключ он там на четвертом месте поэтому ключ он там на шестом месте то есть он топ он реально очень крутой он очень много продает то есть как бы у него вряд ли будут какие-то сильные телодвижения, потому что он уже закрепился на них, там, мёртвого, железобетона. Но вот вы берёте, например, какой-нибудь продукт, который не супер, там, сильный, да, и смотрите, например, по ключам, по какому у него максимальное движение, то есть это, ну, буквально тут, там, несколько, там, минут, может, час прошёл, да, после того времени, как я загрузил, тут совсем маленькие изменения. Но вы если посмотрите за два, за три дня изменения, вы обратите внимание, что по каким-то ключам очень сильное телодвижение происходит. Ну, скорее всего, что по этим ключам продажи какие-то, либо раздача он делает, либо там реклама работает по этим ключам, либо органические покупки по этим ключам происходят. Соответственно, те ключи, по которым активное движение происходит, они самые будут интересны, то есть потому что они живые, по ним идёт движение, вот, то есть на них в первую очередь нужно обратить внимание именно вот при подготовке, опять же, ручной рекламной компании, то есть можно попробовать по этим ключам в фразовое соответствие погонять рекламу. Вот, в принципе, что я хотел рассказать о ключах новых, скажем так, веяниях, о своём положительном опыте в этом отношении. Спасибо за внимание, надеюсь, что видео вам было полезно. Вот, опять же, напоминаю, что те, кто захочет использовать MZ1, я под видео оставлю ссылочку, по которой, зарегистрировавшись, можно получить бесплатный апгрейд до следующего тарифного плана. То есть, например, если вы по умолчанию регистрируетесь на тарифный план стандарт, ну, самый дешёвый, 20 долларов в месяц, он представляет по умолчанию 50 ключей, по-моему, и 25 продуктов. Вот, соответственно, регистрируясь по ссылке, вы получаете бесплатный апгрейд до тарифного плана стандарт и автоматически получаете 110 ключей и 50 продуктов. Ну, для одного продукта, в принципе, неплохо. То есть, вы можете одновременно проанализировать 50 конкурентов по 110 ключам. Опять же, например, вы взяли, даже если вам 110 ключей мало покажется, вы прогнали 110 ключей, полностью набрали, из них выбрали там 50 самых релевантных, посмотрели, что даже топы, например, по каким-то ключам не ранжируются, лишнее удалили, на их место поставили новые ключи, проанализировали. Опять же, то есть, таким образом, в принципе, вы можете, на самом деле, большее количество ключей проанализировать, чем 110 предложенных. Вот, из них уже, если вы даже, если вы выберете 110 релевантных ключей, это, на самом деле, очень круто. Потому что продаваться вы будете, я думаю, что в лучшем случае, там, по 5, по 10 ключам, вот, хорошо, если там по 20, это уже будет успех, если хорошая ниша, и, как бы, и по многим ключам вы будете продаваться, так или иначе, как-то там у вас какая-то динамика будет положительная, ну, это практически вебестселлер. Вот, в принципе-то и все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...